Приветищи! Мы находимся в Субнайтике и сегодня у нас с тобой куча важных дел. Например, я прочитал твой комментарий и узнал, что комнату сканирования нужно опустить поглубже, потому что камеры, из-за того, что их пристыковочное место высоко, а камеры только плавать умеют, летать они не умеют, они не могут пристыковаться. Ну и всё, разобрали. Теперь заново строим, но поглубже. Во, здесь отличное место для неё. Сканер комнату тогда разместим рядом с отсеком для транспорта. Комната сканирования построена, пойдём проверим. Ну что вы мне скажете, господа дроны? Начнёте ли вы мне искать, например, кусок песчаника? Заходим в камеру. Теперь попробуем заново подплыть и прикрепиться. О, действительно, смотри-ка, работает! Спасибо тебе за этот коммент! Теперь у меня дроны будут заряжаться. А следующий наш шаг, это зарядить батарейки. Вон, у глайдера 3% уже осталось. Вынимаем батареечку. Вот так. И вставляем её в зарядное устройство. Пускай позаряжается немножечко. Вот. Ты, кстати, очень много писал о том, что у мотылька же есть свой бокс хранения. Бокс хранения у него есть. Да нету у него бокса хранения, пока я не модифицирую мотылек. Вот смотри, давай мы сейчас кругом оббежим. Где этот модуль хранения? Где его? Вот его нету, нету, нету. Здесь вот энергоячейка у мотылька. Здесь у него доступ к улучшениям. Хранилища нету. Но мы его сейчас с тобой сделаем. Заходим в изготовитель. Модуль хранилища. Небольшое хранилище, совместимо с мотыльком. Делаем его. Теперь заталкиваем этот модуль вот сюда. И теперь у нашего мотылька появился модуль хранилища. Сейчас мы его найдем. Он где-то здесь, с этой стороны. Вот, вот он, сверху. Открываем. Небольшой, но он есть. Это круто. Также мы с тобой сделаем еще пару модулей для нашего мотылька. Это модуль глубины погружения 1. Маленькая пробирочка готова. И солнечная зарядка мотылька. Два модуля у нас готова. Сейчас мы их сюда вставим как батареечки. Пробирочки нашей батареечки. Текущая критическая глубина для мотылька теперь стала 300 метров. Вот это по кайфу вообще. Вот это по-нащему. Это теперь не метилюк. Это Mercedes или BMW. Так, нужно забрать батарейку для нашего глайдера. Я думаю, что она уже подзарядилась у нас. Ну-ка. О, да, 100%. Отлично. Забираем. Впихиваем эту батареечку в наш глайдер. Шикос. Выплыли с тобой на охоту с нашим новым ножиком. Это же мы голодные. Пить хотим. Теперь мы можем сразу же рыбу на месте готовить. Один из классных плюсов этого ножика. Вот. Мы наловили парочку рыбек. Сейчас мы это все съедим. Подкрепимся. Вот так. Ну все. Наелись, напились. А теперь поплыли. Затестим наш новенький красенький мотылечек. Добро пожаловать на борт, капитан. Спасибо, спасибо. Значит, мы сейчас с тобой вернемся в нашу капсулу 19. Потому что я проглазякал там КПК. Два глаза, конечно, хорошо. А когда у тебя их много. В общем, спасибо, что ты запалил этот КПК. А то без тебя я бы его тоже не увидел. Ну что ж, вот мы и приплыли. Сейчас протестим нашу возможность погружения на глубину 300 метров. Ооо, смотри, что это такое? Это явно не морская какая-то структура. Это же инопланетная какая-то штука. Что это такое? Ооо, это похоже на какой-то фильтр, слушай. Оттуда рыбы выплывают. Хм, давай-ка просканируем это. Это инопланетная вентиляция. Данные решетки соединяются с древней трубопроводной сетью, уходящей за предельную глубину сканирования. Насосная система все еще работает. Труба отбора забирает воду из окрестностей и перекачивает ее в неизвестном направлении под поверхность. Обратно выбрасывается теплая, лишенная кислорода вода. Большинство существ избегает решеток вентиляции. Замечены пескуны, входящие и выходящие из трубопроводных сетей без всяких повреждений. Оценка требуется дальнейшее изучение. Конечно требуется. А вдруг меня эти вентиляции приведут в какое-нибудь крутое место? Интересное, любопытное. Искал капсулу, а наткнулся на какую-то вентиляцию. Все, прибыли. Вот она капсула. А КПК у нас спрятался вот здесь, вот прям перед носом, как ты писал. Вот он. Ну а теперь, поскольку у нас глубина погружения увеличилась, отправляемся к следующей спасательной капсуле. Вон к той. Капсула 12. 2400 метров плыть до нее. Ух ты, ух ты, ух ты. Что это такое? Смотри. Какая классная штука светящаяся. Надо бы ее сканернуть. Нифига себе. Это же рубин. Ух ты. Давай-ка мы его заберем. Мало ли пригодится. Мне кажется, что я здесь видел еще один где-то. Вон он, вон он, вон он. Сейчас его заберем. Воу, 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 воу. Ты посмотри на этого чувака. Короче, плавал я здесь в этих пещерах. Плавал рубинчики и собирал. И встретил вот этого. Кто это такой? Чувак, ты опасен или нет? Ой, 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 ой. Кажется, мне лучше к нему не приближаться. А можно тебя как-то отсканировать, сфотографировать, целлпачок с тобой сделать? Чувак. Ну, пожалуйста. Вроде ты спокойненький пока. Тихо, 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 тихо. Оу. Он, он исчез. Он телепортнулся куда-то. Блин, 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 блин. В меня кто-то пуляет чем-то. Нифига себе. Чё это за присосочка такая плавает? Воу, 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 воу. Тихо, отстань от меня. Ты за спину мне телепортнулся? Ах ты негодяй. Сейчас, надо его досканить. Надо изучить это существо. Иди сюда, Пупсик. Пупсик, иди сюда. Мне тебя надо доизучить. Ау. Вот это круто ты мне сделал. Смотри, у него органы все просвечиваются. Блин, опять исчез. Да что ж такое-то? Не получается его отсканировать. А где, где, мотылёк? Я хочу его отсканить. Он, кстати, повредил мне нормально так, мотылёк. Сейчас мы тебя починим, красавчик мой. Ты посмотри, какая здесь местность вообще. Здесь довольно жутковато. Похоже на место, как на кладбище какое-то. Только подводное кладбище. Очень здесь неприятно. О, смотри, телепортнулся. Да, вон он. Воу. Тихо. Очень опасно. А это что такое? Что это за коконы висят? Так, пошли. Попытка номер два. Надеюсь, у меня получится. Пупсик не убегает меня. Пожалуйста. Я какой-то... Я что-то ещё слышал. Я очкую, если честно. Очень сильно очкую. Это страж. Я понял, что это страж. А можно его как-то отсканировать? Не уходи, не уплывает меня. Красавчик. Он хочет меня цапнуть. Есть! Есть, 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 есть. Сейчас мы почитаем, что это за существо такое. Интересное, любопытное. Фух. Сел. Слава богу. И мне вот эти коконы очень интересно. Что это за коконы такие? Надо бы их тоже сканернуть. Масляной корень. А я могу это как-то оторвать, собрать? Может ножик? А, во, взять масляной сок. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Не ругайся, у меня ножик есть. А если я на тебя нападу? Ух, как больно. Больно-больно-больно-больно-больно-больно. Больно, очень больно. Нормально, он мне шандарахнул. Ладно, всё. Я думаю, что лучше нам здесь не задерживаться. Мне кажется, что я их разозлил. Ой, блин, врезался. А ты спугал. Надо, надо выбираться на поверхность. Вот он, страж. Агрессивное существо. Но, кстати, по нему не так сильно было видно. Способное телепортироваться и телепортировать других. Кстати, он меня хотел телепортнуть, но у него что-то не вышло. Нет генетических пересечений с другими местными формами жизни. Не проявляет обычного оборонительного поведения. Голова. Механизмы, расположенные в области головы, дают этому существу способность телепортироваться, с помощью которой он преследует свою цель. Туловище. Охотится на другие формы жизни. Но органов пищеварения не обнаружено. Внутренняя структура значительно сложнее других известных организмов. Невозможно определить, является ли она по своей природе органической или искусственной. Требуется дальнейшее изучение. Да ну нафиг, чё-то как-то не хочу я его изучать, он довольно жутковатый. Ещё и телепортнёт меня куда-нибудь, к какому-нибудь женицу. И всё, и считай, всё пропало. Ты глянь, у нас новая суша появилась, точка встречи Авроры. Авроры, это короче данные подгрузились с того КПК, который мы нашли в 19 капсуле. Если бы ты этот КПК не заметил, мы бы его не подобрали и не нашли бы эту сушу. Как здесь интересно. Похоже на какие-то джунгли. Кстати, ты посмотри, этот остров-то он плавающий. Ух ты, а это что такое? Нифига себе. Чё это за штука такая здоровая? Надо будет сканировать это дело. Древний поплавок. Какой он здоровый. Короче, за счёт этих поплавков остров и держится на плаву. Ооо, этот остров рушится, смотри как с него всё сыпется. Здесь опасненько плавать. А то прилетит ещё ненароком на мой мотылёк камушек. Вон здесь тоже всё сыпется. Да, здесь лучше я под ним не буду плавать. Во, наконец-то нашёл место, где припарковаться можно. Вот здесь вот подъёмчик небольшой. Выходим. Здравствуй, суша! Аллилуйя! О, цветочечки. Сканернём. Ооо, смотри какие веснушки. Что это такое? Чаша Яфо. Любопытная штука. Обычный наземный гриб, встречающийся в виде скоплений. Быстро растёт, размер ограничен только доступностью питательных веществ. Ооо, нет, эти крабы и здесь бегают. А ну иди сюда, я тебя сейчас поджарю. Ты говоришь, что они на хэт-крабов похожи. Так вот, да, они в принципе похожи. У них такая же фигня. Ну, чем-то похожи. Если бы у них вот это вот... Это глаз у них такой, да? Если бы вот этот глаз у них был бы на днище, то да. Был бы хэт-краб. А так не совсем похож. Ух ты. Растение мин. Мне название очень не нравится. Мин. Вдруг это мина какая-нибудь. Бомба замедленного действия. А, не. Это обычное растение. Ничего серьёзного. Опа. А вон, кстати, наша Аврорка. Помню один твой комментарий. Ты писал, если я поплыву от двигателей Авроры в эту сторону, то я встречу остров. Ну вот, в принципе, я на нём. И ты говорил, что здесь какие-то чертежи я найду. Которые позволят мне делать грядки, и я смогу выращивать свои собственные растения. О, пещерочка. Фонарик. Наш феноподобный фонарик. Мы идём вон к той точке. Ух ты, нифига себе. Ещё один инопланетный портал. Вот это прикол. А может быть эти порталы, они как-то соединены между друг другом, и они телепортируются одного острова на другой? Не? Или да? А я ионный куб-то не взял. Он по-любому сейчас скажет, ионный куб, не гони. И будет тебе телепорт. Да. Кто ж знал. Опять этот звук. Скрежета металла. А куда здесь ионный куб можно вставить? А слушай, здесь походу нет такого механизма, как на том телепорте. А здесь его некуда вставлять. Ты посмотри, как деревья ночью светятся. Вот это чудеса. Очень красочно и классно. И вот эти, кстати, кустики с красными кончиками тоже светятся в темноте. Смотри. Офигенно, да? Очень классно. И цветы тоже светятся. Да на этом острове все просто светится. Кроме меня. Блин, в этой темноте кромежной вообще ничего не видно. Я, короче, тут сейчас переночую. А днем мы снова с тобой продолжим исследование этого острова. С добрым утром, меня одинокого. Хе-хе. Так, значит, у меня каждое утро есть процедура. Снять перчатки и сделать самосканирование. Руки вроде бы нормальные. Сканер ничего нового не обнаружил. Ух ты, ты глянь. Смотри, что нашел. Нам, кажется, вон туда надо будет еще потом сбегать. А где датчик? А датчик нам показывает, что нам под землю надо. Ну что ж такое-то? Есть тропиночка, это уже хорошо. Значит, бежим по ней. И она, мне кажется, ведет нас туда. Серьезно? Ну ладно, давай сбегаем туда тогда. Здесь тоже, значит, жили люди. Ой, 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 я не понял, что происходит? Вау! Ты посмотри, это же затмение! Офигеть, как классно! Я вначале испугался, думал, сейчас будет какой-то шторм, дождь пойдет или еще что. Офигенно! Вот это классно! О, еще один модуль! Мы бежим к этому. А там вон еще один. О, наконец-то добежали. Какое здесь все ржавое. Переборка. Ну-ка, давай переберем. Переборка предназначена для разделения отсеков, усиливая конструктивную прочность за счет сплошной титановой рамы. Дверь можно открыть или закрыть для герметизации отсека в случае пожара или наводнения. Либо же просто для уединения. Кстати, да, ты мне в комментариях писал про усиление, вот про эти переборки. Но у меня их тогда не было, а теперь появились. Так что, может быть, я ими воспользуюсь. Что у нас тут? Ящичек. Ты посмотри, вокруг все ржаво, а ящик такой беленький, чистенький, аккуратненький. И КПК здесь лежит. В ящике у нас вода. А это у нас что такое? Это же грядки! Ты был прав. Действительно, здесь грядки. И в ней даже растет какое-то растение интересное. Взять лампион. Это есть можно? Фрукт в форме фонаря. Хе! Дает 10 к еде и плюс 3 к воде. Шикарно. Давай покушаем, я еще не завтракал. Отсканируем это дерево. Заберем у него фруктики. Надеюсь, мы сможем его посадить. Так, ну что, здесь вроде бы все отсканили, все исследовали. Значит, бежим теперь к другому месту. Вон туда. Интересно, что же там? Что мы здесь имеем? Я уже вижу, тут тоже какие-то грядочки небольшие. Композитный горшок. Китайский картофель. Здесь китайозы что ли жили? Возьмем его. Один кусочек посадим в дом у себя. А здесь маленькая мраморная дыня. А картошку можно похавать? Я давно-то картошки не хавал. Ух ты, рабочее место! Ты посмотри, как смотровая площадка покрылась пылью, грязью и ржавой. Ржавчиной. Люди здесь жили очень давно. КПК давай заберем. Спасибо тебе, жилой модуль, за грядочки и китайскую картошку. Было вкусно. Ну а мы продолжаем путешествие и направляемся теперь уже, наконец-то, к этой точке. Да что ж такое-то? Ты посмотри, там еще один модуль. Походу мы не дойдем до точки. В течение этого дня. Что у нас здесь любопытного, интересного? Кажется, что тут все завалило. И я слышу, что здесь крабы бегают. Ну да, вон они. Жучары эти. Значит, достаем наш крутой ножик. Сейчас мы их будем жарить. Получай! Прямо на входе меня встретил. Кстати, я не могу сюда запрыгнуть. Значит, нужно все это дело обойти. И с другого места взобраться. Воу! Какая здоровая грядка! Ты посмотри! Наружная грядка. Давай отсканим ее. Кстати, смотри-ка. Кажется, здесь стекло разбито. Ага, действительно. И здесь есть пурпурная скрижаль. И КПК. О, смотри, может тут пробраться можно? Действительно. Что у нас здесь есть? Можно что-нибудь отсканить? Пока нет. Спускаемся вниз. Ух ты, как здесь классно-то. Очень уютно. Мне кажется, что вот эта вот стенка, она в темноте светится. Ну да, да. Или это от КПК? Вот он этот проход. Ящичек с батарейкой. Батареечку возьмем. И КПК. Точка встречи здесь. И похоже, что нам надо будет прыгать опять в воду, да? О, как глубоко, блин, подскользнулся. Твою ж налево. Ну, я видел, что там на пляжу что-то валялось. Что это там? Что это у нас? КПК? Ну, думаю, что все. На этом острове мы все сделали. Осталось только добраться до нашего мотылька и свалить. Я нашел дерево привидения. Смотри, вот оно, дерево. Тут лианы свисают с него, какие интересные. Я хотел подойти его рубануть. А оно не рубится. Тогда я решил подойти еще ближе. И прошел сквозь дерево. Это призрачное дерево. Бог ты мой. Он такой здоровый. Ну, все. Прощай, остров. Спасибо тебе за все. За грядки и за вкусный китайский картофель. И за дыньку. А нам теперь придется плыть очень далеко. 2000 метров до затонувшей капсулы. Больше чем уверен, что сейчас мы встретим с тобой какую-нибудь новенькую животинку. Надеюсь, что она нас не сожрет. Приплыли в какие-то грибные поля. 300 метров до капсулы 12. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я вижу, что там очень что-то опасное плавает. Это электрический угри что ли? Ох, ты близко как проплыл. Что это за штука такая? Ты смотришь на меня? Ты хочешь ко мне подплыть? Может не надо? Может быть не надо? Товарищ. Может ты мимо просто проплывешь? Надо бы тебя отсканировать. Что это за существо такое? Я, конечно, безбашенный. Думаю, что у меня получится. Давай, давай, давай. Ух ты, как опасно! Ай-яй-яй, током, током. О, блин, не-не-не-не, я передумал. Я передумал. Где, 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 где мой мотылёк? Ну нафиг, она мне пол хп сразу снесла. Не-е-е, спасибо. В регионе обнаружена вулканическая активность, а также несколько необычных электромагнитных сигнатур. Соблюдайте осторожность при погружении. А ты мне раньше-то об этом не могла сказать? Я тут своей жизнью рискую, между прочим. Вижу, вон там, вон вулкан, смотри. Брызжет. А нам нужно чуть дальше заплыть. Я понял, значит мы аккуратность и осторожность соблюдаем с этими электрическими существами. И вот этих тоже надо опасаться. А вот она, капсула 12. Рядом с вулканом. Зашибись. Мне бы тут попку свою не поджарить. Ещё и электрическая вот эта тварь. Значит действуем по-быстренькому. Блин, здесь уже подгорает. Твою ж налево. Ящик. В ящике у нас чертёж какой-то. А внутри? Внутри, конечно же, никого нету. КПК заберём. Смотри внимательно. Не проглядел я здесь ничего. Всё забрал. Вроде бы всё. Давай фонарик включу, чтобы тебе виднее было. Вроде бы всё забрал. Кислород 30 секунд. Всё, валим. Валим отсюда. Сейчас я ещё посмотрю. Блин, батарейка кончилась, фонарики. Что ж такое-то? Рядом с капсулой вроде ничего нету. Всё забрали. И мне очень любопытно, что это за растение. Что это такое? Обычный клубнекст. Давай пару образцов возьмём. Ух ты, так её есть можно. Выглядит она, конечно, как икра какая-то стрёмная. А там-то посмотри, какие они здоровые. Офигеть, какие они большие. Здесь мосипуски такие, а там он здоровенный просто. Ой, кислород мало. Поплыли, короче, домой. Ура! Мы приплыли, наконец-то. Столь долгое путешествие меня изнурило. Короче, не знаю, правда это или нет, но я прочитал твой комментарий о том, что если бы у меня был аквариум, я так полагаю, вот этот вот, я бы смог в него посадить яйца, и они бы у меня вылупились. Это ты... Это ты серьёзно написал, или это шутка была? Ты потроллить меня решил? Я просто смотрю на этот аквариум, и он довольно керметично выглядит. Не думаю, что туда что-то можно посадить. Но в любом случае, мы это проверим. В следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok